Отстояли свое. Жильцы одного из домов по улице Тбилисской несколько лет боролись за возвращение зеленой придомовой территории. В свое время она была отдана под застройку. Многочисленные обращения в суды дали свой результат, решение отменили. И теперь на том месте будет сквер. Подробнее об этом в следующем сюжете. Три года назад за деревья вблизи дома номер 9А по улице Тбилисской разворачивались настоящие бои. Местные жители несколько раз успешно препятствовали вырубке 70 деревьев застройщикам, решившим построить на этом месте кафе. Однако силы были неравны. Три раза была попытка его приезжать. Выходили люди и мы отстаивали деревья. Потом он все это оградил забором. И вот в один прекрасный день сюда пришли охранники, очень много охранников, которые решили с нами бороться физически. Вызвали милицию, но милиция защищала его, а не нас. Десятки жильцов обращались в суды, но всякий раз проигрывали. Однако впоследствии на ситуацию обратила внимание городская власть, были подняты нужные документы и дело сдвинулось с мертвой точки. В конце концов служители Фемиды стали на сторону жильцов. Мы провели три субботника. Мы убрали вот эти отростки, мы собрали мусор, мы его собрали в мешки. Ну вот помогли, нам уже теперь мусор вывезли. Очень хорошо нам помог зеленострой. На последнем из субботников наряду с жильцами и работниками зеленстроя присутствовали даже представители городской власти. Внесли свою лепту в озеленение, возвращенное жильцам территории. Здесь у нас липы. Пять лип, пять каштанов и рябина. Четыре рябины. Вот. Они всего 14 деревьев. Также 23 кустарника. Разновидность цветущих разных кустарников, чтобы можно было наблюдать цветение в целый год. На субботнике встретился нам и застройщик, с которым у жильцов был конфликт. Как выяснилось, эта территория была ему выдана в качестве компенсации за запланированный снос кафе при строительстве мостов. Теперь же заведение пообещали не сносить, поэтому выделенный участок вернули жильцам. Они заслужили этот сквер. И хоть это и грустно, и огорчительно свое типа поражения признавать, большое количество людей реализовали свое право на то, чтобы перед их домом была зелень, а не какое-то сооружение. Власти призывают всех запорожцев проявлять активность. В свое время здесь было принято неправильное решение, я подчеркиваю, не незаконное, а неправильное решение, потому что оно было принято против интересов жителей города. Наш город не избалован зелеными зонами, и выделять их под снос для строительства объектов, это значит ухудшать экологическое состояние нашего города. Специалисты из зеленхоза утверждают, года через три посаженные деревья войдут в силу, и здесь будет полноценный сквер. Хотя намного проще и лучше было бы просто не вырубать многолетние деревья, добавляют жильцы. Субтитры создавал DimaTorzok